О своей собственной ледовой арене мечтают и жители двух деревень Минского района. Причем эту мечту они воплощают в жизнь своими руками. И движет жителями, как они сами признались, любовь к спорту и малой родине. Летом родители и активисты из двух населенных пунктов организовали площадку для пляжного волейбола и футбола. До наступления зимы замахнулись на куда более смелый и амбициозный проект – строительство ледовой коробки. Станислав Липский отправился на место и узнал, на какой стадии идет строительство и с какими проблемами столкнулись энтузиасты. Минувшая зимой в истории двух деревень была сыграна первая хоккейная дерби сборной. Пашковичей противостояла команда Климовичей. Как и положено, хоккейные классики игра прошла на открытом воздухе, правда на местной замерзшей речке. Видеосъемка с квадрокоптера статус игры делала еще более весомым, победила, разумеется, дружба. Но главное именно тот матч стал отправной точкой в новой спортивной вехе развития двух деревень. Дети и взрослые так полюбили хоккей, что на следующий сезон решили сами для себя построить ледовую коробку. Чтобы и дерби вывести на качественно новый уровень, да и чтобы, в принципе, игры проводить чаще и в комфортных условиях. Мы просто не хотим сидеть дома и хотим, чтобы наша молодежь развивалась. Мы устраиваем праздники, мы устраиваем Новый год, Крещение. Мы пытаемся, чтобы люди общались и сближались. На самом деле они сплотились, делают это для себя, для детей своих, для Родины, в год Малой Родины. Активистов услышали в Новодворском сельсовете. Выделили подходящую площадку, жители ее подготовили согласно требований и расчетов. А размер катка будет 40 на 16. Дальше обратились в хоккейные клубы и ледовые дворцы. Директор Минской арены связался с нами и говорит, у нас есть старая коробка демонтированная. И они нам ее отдали. Вот это борта, где-то они подгнили, но это все ремонтируемые стойки. Также нам отдали часть кресел от трибун. Мало того, что можно будет поиграть, покататься, еще и можно будет комфортно на это посмотреть. Солигорский шахтер пообещал отдать списанные коньки, какую-то форму для детей. Минска Динамо обещала помочь клюшками, возможно майками, именно для детишек. Взрослые купят себе сами, а уже детишке хотелось бы детишкам помочь. Сельский совет помогает с освещением территории площадки. ДРСУ помогло нам с техникой по укатке. Где-то сами, у кого-то есть свои экскаваторы, у кого-то машины, у кого-то погрузчики. Они не требуют денег, просят лишь о посильной помощи, ни в коем случае не настаивая. Председатель сельсовета инициативе граждан старается помочь, но ресурс у чиновника ограничен. Сколько потянет освещение ледовая площадка? Примерно, примерно. Я не могу вам сказать, что это надо. Но это посильно для... Конечно, это вполне посильно. У нас есть деньги на освещение. Это статья защищенная, поэтому мы это оплачиваем и продвигаем. Под низом лежит строительный мусор, потом лежит ПГС, сверху лежит песок. Это все протрамбовали в идеальном состоянии, чтобы здесь было какое-то покрытие. Возможно, резиновое, возможно, асфальтобетонное, на которое бы этот лед заливался. Эту площадку, возможно, было бы использовать тогда и в летнее время. Но на сегодняшний момент с покрытием проблемы. Мы не можем найти и за собственные средства сделать это покрытие мы не в состоянии. А кроме ледового катка, жители двух деревень организовали импровизированную футбольную площадку и практически профессиональную для пляжного волейбола. В общем, энтузиазму местных жителей можно только позавидовать. К слову, в двух населенных пунктах суммарно проживает порядка тысячи человек. Каждый десятый из них – ребенок. Приобщение детей к здоровому образу жизни и общению на свежем воздухе – цель номер один. Поэтому любой помощи в этой непростой задаче здесь будут рады всегда. Станислав Липский, Юрий Тихонович, Агентство Теленовостей.